Библейский портал экзегет.ру представляет 48-й псалом. 48-й псалом использует ту же терминологию, что и книга-притч. Он похож на некоторые псалмы мудрости, о которых мы говорили на прошлых лекциях. А если вы желаете эти лекции посмотреть, заходите на портал экзегет.ру. Лекции наши записываются в Срединском монастыре. В псалме и в книге-притч много молитв, а вот обращения к Богу почти нет. Зато много мудрых наставлений к людям, чтобы разобраться в том, как им правильно выстроить жизнь на земле. В торжественном предисловии 2-й, 5-й стихи псалмопевец обращается ко всем людям безразличия места жительства, расы, богатства, положения в обществе. Он начинает играть на гуслях, на арфе и задавать загадки. С помощью заковыристого вопроса, и употребляется характерный здесь термин, машау, буквально притча, загадка, он поднимает проблему временного счастья и процветания нечестивых. Благочестивым нечего бояться в приходящем мире, потому что богатый человек при всем своем желании не может за деньги выкупить себя от смерти. Мирская слава неразумного человека бесполезна. Эта мысль, близкая Экклезиасту, повторяется дважды, как припев в 13-21 стихах. В то же время, уверенность в победе над смертью, 16 стих, ключевой в данном псалме в нашем рассмотрении, это то, что в книге Экклезиаста не раскрыто до конца. Слова «но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» являются одними из самых сильных утверждений в Ветхом Завете. Не случайно авторы древнееврейского текста и греческого перевода 70 поставили после 16 стиха слова, обозначающие музыкальную паузу, проигрыш. Нужна пауза в середине данного псалма, чтобы задуматься над смыслом 16 стиха. Детальней о стихах псалма. Второй, пятый стихи. Как и множество сочинений литературы мудрости Ветхого Завета, данный псалом обсуждает общечеловеческие ценности. Здесь нет акцента на особой связи людей Завета с Богом. Стремление привлечь внимание всего мира говорит о том, что сейчас будет сказано нечто важное, что должны знать все живущие во Вселенной. Вселенскость, подчеркнутая в первых стихах, подготавливает слушателей к тому, чтобы в полноте воспринять вневременное значение 16 стиха. Русский перевод третьего стиха простые и знатные. К сожалению, не передает того контраста, который заложен в оригинале, где сыновья Адама противопоставляются сыновьям людей. В обоих случаях речь идет о человеке. Адам – это общее обозначение человека. Противопоставляется этому понятию человек – земля. То есть Адам – это тот, который взят от земли. Земляной, землянин. Это более общий термин, который мысленно отсылает нас в то же время к Эдему, к саду Эдемскому, где человек блаженствовал в раю. И там был человек не просто биологическим существом, но собеседником Божиим. Другое понятие – человек, иш. Это представитель человеческого рода. Адам и иш – это как от общего к частному. В понятии иш нередко подчеркивается то, что это биологическая особь. Или в более узких контекстах – это муж, мужчина, мужик. Псалмопевец открывает загадку. Значит, дает ответ на проблему. Он сейчас, сейчас нам скажет, а в чем же ответ. И поэтому нужно преклонить ухо, быть внимательными, прислушаться, о чем сейчас пойдет речь. Шестой, десятой стихи. Вопрос учителя, или вопрос заданный как бы от имени учителя своим ученикам, для чего? Пытается по-новому этот вопрос сформулировать, по-новому взглянуть на закрытую, на первый взгляд, тему. Даже если повсюду враги, даже если враг властен и имеет богатство, это еще не означает, что расставлены все точки над «и». богатство нестабильно, а поэтому надеяться на него бессмысленно. Но в том-то и сложность вопроса. Так что же это за жизнь, когда ты снова и снова терпишь неудачи? И не можешь помочь ни себе, ни брату своему. Не можешь это сделать никак, вечно. Из всех людей на земле только один Иисус Христос дерзал говорить, что Он пришел, чтобы послужить и отдать душу Своему, подчеркиваю, для искупления многих. Обычный человек, не то что других, себя не может выкупить от смерти. В 11-13 стихах описывается то, что после смерти человек оставляет все свое имущество другим. Его дом не будет принадлежать ему вечно. Какое дело ему после смерти до той земли, которая будет названа его именем? В стихах 12-15 злая ирония вокруг понятия «жилища», которое он хотел бы передать потомкам. «Жилище» буквально место проживания, а по факту в 15-м стихе ему самому, этому человеку, в качестве места проживания, жилища, достается могила. Здесь нельзя не увидеть иронию и на слова Конфуция, которые так любят повторять светские люди о том, что человек призван построить дом, посадить дерево и вырастить семью. Кому достанется все это после твоей смерти? Ты об этом не узнаешь. Тебе будет все равно. Две части псалма объединяет следующий стих, который повторяется дважды. «Но человек в чести не прибудет, он уподобится животным, которые погибают». Честь это, с одной стороны, нечто драгоценное. Драгоценный предмет, драгоценность. Такой честью может быть не просто какой-то алмаз изумруд, но блеск величия, какие-то величественные наряды, которые блестят. Иносказательно такой драгоценностью могут являться разумные уста по книге притч. С другой стороны, честь это и почесть, уважительное отношение. Какова бы ни была обсуждаема здесь честь, богатство или слава, человек не сможет пребывать в них вечно. Как биологическая особь, как животное, он разрушается и умирает. 14-16 стихи парадоксальны тем, что в них появляется очень необычная поэтическая фигура. Перед нами появляется персонифицированная смерть, которая пасет и принимает свои объятия. Зловещий параллель с ходячей смертью, которая залазит в окна, вторгается в чертоги, истребляет детей на улице и юношей на площадях, описано у пророка Иеремии. В стихе 15-м появляются праведники, участь которых отличается от описанных выше неразумных чистолюбцев. Слова «на утро праведники будут владычествовать над ними» скорее всего намекают на то, что праведники проживут на этой земле дольше грешников. Если следовать пророку Аввакуму, то действительно против тех, кто нажил имущество нечестным путем, могут подняться грабители, которые их ограбят и будут терзать. Так что и нам надо задуматься о том, каким путем мы приобретаем свое богатство. Не получится ли так, что обворовав воров, мы этими ворами и сами будем ограблены. Итак, тот, кто жаждет неправедных приобретений, бесславие измыслил для дома своего по Аввакуму. Слово утро имеет параллели в утреннем пробуждении усопших по книге Даниила. В день всеобщего воскресения, цитирую, многие из спящих в опрахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Поэтому праведник ждет утра с надеждой по данному псалму, что пробудившись он будет насыщаться образом Господа. В пятнадцатом стихе несомненно можно найти контраст между богатым и порочным человеком и праведником. Поврежденность богача описывается безлично, как разрушение и лишение собственности. В то же время спасение 16 стих является личным от начала до конца, чем-то персональным, что подчеркивается здесь. Вместо того, чтобы требовать от человека выкуп, бог платит выкуп сам, избавляя душу праведника от власти преисподней. Быть принятым в объятие бога означает принять славу от Всевышнего. праведный енох ходил пред богом и бог буквально взял его. Стих 16 ничего не говорит о воскресении, однако в контексте истории формирования книг Ветхого Завета он сообщает о какой-то новой реальности, которая может ожидать человека после смерти. Ничто не может отделить своего слугу от своего учителя, даже после смерти. 17 21 стихи. Мы возвращаемся снова к тому сложному вопросу, который был поставлен в 5 стихе. Но теперь к концу псалма на этот вопрос у нас уже обрисовываются какие-то контуры ответа. Повторение слов «не бойся» в 5 17 стихах говорит о том, что богатый человек безжалостен, однако смерть стирает любые превосходства, неимущество, ни слава, не могут быть вечны в руках богача. Хотя при жизни он ублажает себя, но умирая не возьмет ничего. В последнем стихе псалма звучит призыв к смелости и дальновидности. Между первым и вторым рефреном 13 и 21 стихи пришло великое обещание «Бог избавит душу от власти преисподней, праведники будут владычествовать над ними». На первый взгляд окончание псалма может показаться все же несколько мрачным. Однако, если принять во внимание, что псалом могут услышать все народы, это означает, что в принципе дорога к вечной блаженной жизни открыта для всех. Помните, что в Евангелии говорил Господь в притче о страшном суде, где разбираются овцы и козлища, что одни пойдут в муку вечную, а другие пойдут в жизнь вечную. В жизнь вечную. Вот я вам попытался привести параллель с книгой Даниила. Итак, эта идея разницы в посмертной участи, она уже как-то пусть туманно намечается в Ветхом Завете. И одним из таких текстов, на которых мы базируем нашу веру в то, что до Христа были предпосылки, были идеи о иной участи праведников после смерти, вот как раз в 16 стихе обозначается.